МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они проводят жизнь на спортивных трибунах. Они носят одежду цветов только своей команды. За автографом кумира они готовы идти на край света. В эфире «Беларусь сегодня» здравствуйте. Мы говорим о спортивных болельщиках и фанатах. Кто и почему становится спортивным болельщиком? Когда красочное шоу превращается в драку? И может ли спорт быть культурным? Вася – пешеход. Так его называют среди фанатов. Вася доказал – за любимой командой он готов пойти хоть на край света. Я всем говорил, ребята, я завтра выхожу пешком на полоску. Все подумали так, шутканул парень. Чтобы сделать пиар любимой команде, Василий решил отправиться на матч пешком. Я когда выходил из Бреста, посмотрел на знак, то, что до Минска 30-25 километров примерно. Я думаю, куда я пошел вообще? Зачем? А потом как бы сам себе сказал и решил, значит, пойду. От Бреста до Новополоцка, где проходил матч его любимой команды, Василий прошел полтысячи километров. Он спал по 4 часа в сутки. Обедал в лесу. Но результатом остался доволен. Аж пробиваю до слез. То, что вот эти ребята подходят и благодарят, говорят. Такого, ну как бы в Беларуси не было никогда. Человек сделал впервые это. Люди, которые готовы жертвовать временем, деньгами, здоровьем ради любимой команды. Кто они? И зачем им это нужно? Команда без фаната, то же самое, что человек без души. Фанат, он за своей командой будет до конца. Не важно, победа будет, поражение. На самом деле им не столько важно победы своих команд. Им скорее важно принадлежать к какому-то сообществу. То есть они себя идентифицируют с каким-то клубом. Причем не просто с клубом, а с некой его историей. Подростки, которые хотят оторваться от родителей. Они ищут независимости, но не могут жить без поддержки в обществе. В группе фанатов они получают поддержку и престижный статус в молодежной среде. Какое правило, это все-таки речь идет про молодых людей. Молодые люди, начиная с подросткового возраста. Потому что в этом возрасте очень важно принадлежать к какой-то социальной группе. Им, конечно, важно находиться в группе себе подобных. Чувствовать эту поддержку, испытывать эти эмоции, что нас много, мы чем-то объединены, у нас общая цель. Это позволяет общаться, связываться с ребятами из других стран, из других городов, узнавать, что у них происходят какие-то события, какие-то у нас, делиться впечатлениями. Мне нравится хоккей больше как-то из всех видов спорта, потому что, в общем-то, в хоккей играют мужественные люди. И, в общем-то, для того, чтобы быть спортсменом, нужна не только сила и ловкость. Хоккей – это еще и умная игра. Вот. Нужно не только быстро двигаться, но и быстро соображать. Валентина Малиновская – учительница французского языка в школе. Бонжур, мадам. Валентина не пропускает ни одного хоккейного матча. В этом году вот у меня зять, тоже любитель хоккея, мы ходили с ним. И сын посещает, и дочь. Внуку моему еще пока пять лет исполнилось. Исполнилось так, что в будущем, я думаю, мы будем приобщать и его. Мы уже тоже мы приобщили. А он сразу не будет? Сразу нет. Когда, в общем-то, мы садимся всей семьей и смотрим, зарядили его этой энергетикой, теперь и он с нами смотрит. Хоккей – любимая тема в семье Валентины. То, что сплачивает старших и младших. Совместное увлечение помогает им и в быту быстрее находить общий язык. В околофутбольной среде четко разграничены два понятия – болельщики и фанаты. Фанаты – те, кто рисует баннеры, флаги, придумывает лозунги. Болельщики – те, кто просто пришел поддержать любимую команду. И те, и другие регулярно посещают матчи. После чемпионата мира по хоккею, прошедшего в Беларуси, да, активность выросла, так как люди, которые раньше не знали о ставках, они благодаря чемпионату узнали о них. Потому что ставили практически все. Это было интересно, это был азарт. Сборная Беларуси играла, лежали болельщики с разных стран. То есть в совокупности шла как бы пропаганда и спорта, и, соответственно, ставок на спорт. Самые увлеченные болельщики научились еще и зарабатывать благодаря матчам. Выигрыши могут достигать десятков тысяч долларов. Делают ставки на любимую команду, могут на любимого спортсмена поставить, что он забьет гол или не забьет. Вот. И за счет них, да, за счет болельщиков живем. Когда ставки идут на фаворитов явных, вот, и если эти фавориты не выигрывают, тогда большинство ставок проигрывают, соответственно, и тогда вот в такие дни контора в плюсе. Даже если азартный болельщик проиграл, его команда все равно получит бонусы. Дело в том, что всю выручку государственные букмекерские конторы перечисляют в Министерство спорта и туризма на развитие спортивного движения. У меня два шарфика, потому что один, ну, как бы, на котором собираю автографы, то есть его же стирать нельзя ничего, а это уже, как бы, тоже шарфик, с которым я хожу непосредственно уже, ну, как бы, на матче. Хоккей на шпильках – так называется акция, которую в стране проводят каждый год. Девушки-болельщицы могут побывать за кулисами стадиона, пообщаться с любимыми спортсменами, взять автограф. Есть непосредственно какой-то стереотип, что девушки не разбираются в правилах, но когда ты ходишь уже четвертый сезон, то есть, то, как бы, правила уже сами собой, разумеющиеся. Был даже сезон, когда я половину матча ходила одна, то есть я приходила на арену, смотрела хоккей, то есть болела, мне вообще очень-очень нравилось, и, как бы, туда приходишь, там, такое чувство, как будто одна семья. Научный работник Дарья Навуечек предпочитает одежду в синих тонах, ведь это цвет ее любимой команды. В хоккее Дарья находит то, чего все меньше в обычной жизни – общение с людьми, искреннее и непосредственное. Там, как бы, можно спокойно прийти, обсудить, там, к любому человеку подойти, заговорить, то есть, и любой поддержит разговор, то есть, даже бывает такое, что на улицах люди подходят, спрашивают, вот ты едешь, там, в «Динамовское джерси», «Динамовский шарфик», люди подходят и спрашивают, ну что, как там, выиграли, выиграли, проиграли, с каким счетом? Ты говоришь, нет, выиграли, все отлично, о, все круто, все, вот просто прохожие на улице. Дарья заметила, что женщин-болельщиц на трибунах все больше, и отношение к спорту у них совсем не такое, как у мужчин. Ты очень сильно переживаешь, там, если там, допустим, кого-то там бортанули, очень сильно, да, там ударишься, ты, ой, божечки мои, там, как-то, ему же больно, и, может, что, то есть, ты как-то больше переживаешь, больше каких-то эмоций. Все равно веришь в команду, то есть, в любые моменты ты все равно с ней, то есть, в моменты поражения, в моменты побед. Говорю, как свой ребенок какой-то плохой он там получил, двойку, пятерку, все равно же ты будешь его любить. Когда родители Дарьи узнали, что их дочь хоккейная болельщица, в этой семье случился настоящий скандал. Мать испугалась увлечения Дарьи. Она мне запрещала даже ходить на хоккейный матч. Вот, допустим, я ей не говорила даже, что я хожу одна, потому что это для нее был какой-то шок. Мои родители изначально очень как-то так категорично восприняли негативно мое увлечение хоккеем, то есть, что ты там делаешь, ты же девочка, там же одни мальчики, там фанаты эти, они там кричат, дерутся, ругаются. Интуитивно просто нагибаю голову, подставляю руку, и там она вся в крови. Ян Гаврилов – футбольный болельщик. На хоккей попал случайно с компанией друзей. Я сидел вот как раз за командами, просто это очень так интересно было наблюдать, как вот проходит этот весь процесс тренерский. Еще игра была такая, знаете, накал страстей был там, прям зашкаливал. Напряжение на стадионе достигло пика. Эту секунду Ян называет самой страшной в своей жизни. Два сантиметра вот в висок, и, ну, и большая вероятность того, чтобы просто вот все, на смерти. Чуть-чуть вниз, ну, без глаза. Шайба вылетела с поля и попала Яну в лицо. Разбилась вот эта вот лобная пазуха сильно, и не смогли ее поднять, убрали только осколки. Когда мне вот доктор, когда очнулся, там, вот мне объяснил уже на следующий день. Последствия этой травмы останутся с Яном на всю жизнь. Полгода понадобилось ему, чтобы отсудить у организаторов матча деньги за моральный вред. На тот момент это было 3000, там, без малого. 3000 долларов. То, что произошло с Яном, несчастный случай. Но это сигнал для тех, кто не соблюдает технику безопасности. Некорректное поведение на трибуне в несколько раз увеличивает вероятность травмы. Спортивный азарт нередко заменяет человечность. Скорость полета шайбы на хоккее может достигать 160 км в час. Скорость полета мяча в футболе – 200 км в час. И то, и другое может нанести смертельную травму. В целях техники безопасности на трибунах стоят специальные заграждения из оргстекла. Трибуны проектируются так, чтобы при необходимости разделить потоки людей. Но нет преград для человеческих эмоций. За переживаниями человек приходит на стадион. Здесь можно кричать, махать руками. Все то, что обычно запрещает общественный этикет. Здесь можно получить самую мощную эмоциональную разрядку. Один человек, когда переживает, у него определенный уровень эмоциональной включенности. Но когда вокруг десятки, сотни, тысячи людей переживают одновременно тоже, его амплитуда усиливается, этих переживаний. Туда просто тянет. Ты уже не можешь туда не ходить. Потому что это как наркотик. Ты должен получать вот эти эмоции. Непосредственно видишь тот момент, когда шайба пересекает линию ворот. Это просто буря эмоций. Все подрываются, вся арена радуется. Там эти шарфики, крики, все. То есть это такой выброс эмоций, такой выброс адреналина, на который ты просто потом стоишь, и тебя аж трясет просто. Ну как вам можно объяснить? Это вот как вихрем захватывает ураган страстей. Вот и все. И хочется еще раз и еще раз ходить, посмотреть. Это настоящий праздник. Побыть в атмосфере вот этой борьбы бескомпромиссной. И ощутить вот страсть трибуны, когда, в общем-то, все трибуны болеют. Наши белорусы с удовольствием посещают. И, ну, в общем-то, и как настоящие болельщики. Не просто находятся на трибунах, а болеют. Когда фанаты по каким-то причинам отказываются активно поддерживать свою команду, это сразу чувствуется. Получается такая академическая обстановка. По окончании футбольного матча все болельщики были сопровождены, чтобы не произошло встречи с другими фанатами. В хоккей играют настоящие мужчины. Хочется, ну, посмотреть. Я же не играю, я болельщик. А там можно и пешком стоять туда. Не важно куда. Желательно ближайшие там тысячи. Скорее важно принадлежать к какому-то сообществу. То есть они себя идентифицируют с каким-то клубом. Причем не просто с клубом, а с некой его историей. Два сантиметра вот в висок. И, ну, большая вероятность того, чтобы просто вот все, раз вот. Чуть-чуть вниз, без глаза. Хоккей – это еще и умная игра. Вот. Нужно не только быстро двигаться, но и быстро соображать. Есть непосредственно какой-то стереотип, что девушки не разбираются в правилах. Но когда ты ходишь уже четвертый сезон, то есть то, как бы, правила уже сами собой разумеющиеся. Успех и шквал радости. Неприятность. Любимая команда не забила гол. И эмоции превращаются в агрессию. На этом основывается как раз психология толпы. Что в этот момент каждый отдельно взятый человек не способен критически оценивать ситуацию. То есть что-то происходит в такой массе, в такой толпе. Там какая-то малейшая какая-то провокация. И в этот момент вся толпа, она кидается и начинает что-то делать. По отдельности, наверняка, большинство из этих людей бы не решились на эти действия. Но вместе появляется это ощущение силы, безнаказанности, разделения ответственности. Ну, нас всех там, ну, скажем, не накажут. То есть, вот это... И, ну, это дает возможность совершать какие-то нехорошие поступки. За год милиция выявила 76 происшествий с участием футбольных фанатов. 61 фанат Минского «Динамо» был задержан в Италии из-за драки, которое случилось за два часа до матча с итальянской Фиорентиной. У некоторых из фанатов были дубинки и дымовые шашки. В ходе драки в Италии пострадали 6 карабинеров и один сотрудник полиции. Это видео снято любительской камерой в Новополоцке. Болельщики зажгли фаера прямо на трибунах стадиона. История получила широкий резонанс в прессе. Очень много писалось, что сотрудниками органов внутренних дел применялись там спецсредства. Писали, что сломали руку. Уже проведена проверка. Был опрошен, дал свои объяснения тот гражданин, у которого был сломан палец. Он четко сказал, что когда они болели, кричали, начали толкаться, он упал и повредил себе руку. По окончании футбольного матча все болельщики были сопровождены, чтобы не произошло встречи с другими фанатами. У них еще действует тоже такой древне заложенный механизм определения свой-чужой. То есть, ну вот мы объединились, мы свои. И любой, кто не с нами, тот против нас, он чужой. И, соответственно, в этом месте возникает агрессия к ним. Агрессия, которая по принципу доминирования, что там наша стая самая сильная. Тут как раз действует вот этот коллективный, бессознательный эффект толпы, эмоциональное заражение. Оно в нас пробуждает очень древние такие структуры нашего сознания, скорее даже бессознательного. Так может быть тех, кто не контролирует эмоции, убрать со стадиона? Пусть смотрят матчи дома. Так для всех будет безопаснее. Запрет на посещение спортивных матчей как наказание за устроенные беспорядки существует в Италии, Великобритании, Германии. Минимальный стадионный запрет – одна неделя. Максимально может достигать 10 лет. Чтобы отслеживать исполнение запрета, разрабатывается система биометрических карточек. Она позволяет устанавливать личность болельщика под печатком пальцев и рисунку радужной оболочки глаза. У нас такого запрета на сегодняшний день нету, но в принципе мы это прорабатываем на сегодняшний день совместно с Министерством спорта. Если на стадионе не будет эмоциональных болельщиков, фанатов, не станет и самого командного спорта, уверен Сергей Пузанкевич. Сергей говорит, что футбол – это его жизнь. Больше 20 лет он комментирует матч. Фанаты – это неотъемлемая часть футбольного шоу, а каждый футбольный матч – это все-таки должен быть шоу. И чем больше активная поддержка будет, а именно от фанатов прежде всего исходит самая активная поддержка, именно фанаты обеспечивают, скажем так, и звуковую поддержку, и поддержку в виде перформанса. Стараются поддержать футболистов в тяжелые минуты, особенно когда ребята травмируются, не могут в течение определенного долгого времени выходить на футбольное поле. Эти дорогого стоят, ребята дарят. И я видел искренние слезы футболистов, когда фанаты по каким-то причинам отказываются активно поддерживать свою команду. То это сразу чувствуется. Получается такая академическая обстановка, когда тишина практически полна на трибунах. И футболистам в этой обстановке играть, наверное, менее комфортно. Чем ярче эмоции фанатов, тем красочнее шоу. Но как сделать, чтобы перформанс не превратился в масштабную драку? Для них и специальные отдельные входы, и жоденцы заходят с той стороны, болельщики гостей с этой стороны, с противоположной. И таким образом происходит, скажем так, отсутствует практически стыковка между ними, только визуальный у них контакт. Перед входом на стадион есть зона досмотра. Все посетители проходят через металлоискатель. Сотрудники милиции дежурят и на трибунах во время матча. Когда подойдет сотрудник органов внутренних дел в форме, очень много было случаев, когда на форму, особенно молодые люди, реагируют совершенно по-другому. Не на каждом футбольном матче, конечно, должно присутствовать там огромное количество сотрудников органов внутренних дел. Я считаю, это очень нормальное и правильное предложение, когда граждане будут обеспечивать безопасность на стадионах. Стюарт на стадионе – это специально обученный человек, который следит за порядком. Стюарды – это люди из числа гражданского населения, которые прошли специальные курсы. Первые стюарды появились на стадионах Великобритании. Стюарды, прежде всего, они не смотрят в футбол. Их обязанности обеспечить правопорядок, помочь обеспечить правопорядок. Вот. И им запрещено смотреть в футбол. Сейчас, скажем, большинстве команд Беларуси оплачивать работу стюардов очень проблематично. Кто может работать стюардом? Какой договор он заключает с клубом? И как рассчитать зарплату для стюарда? На эти вопросы у клубов пока нет ответов. У нас, к сожалению, в Беларуси, насколько я знаю, нет, скажем так, правовой базы для работы стюардов. Это все сугубо добровольно. Мы заменить не можем органы проведения. Это с одной стороны. Почему мы не можем заменить? Потому что именно они ответственны. А раз люди ответственны, они должны этим заниматься. И переложить свою работу они тоже не могут на стюардов. Я знаю, что есть случаи, когда болельщики, в том числе и фанаты, били стюардов. А кто ответит за саму безопасность стюардов? Снова-таки милиция. То есть здесь мы сначала должны построить, я считаю, правовую базу, то есть закон принять, а на основе этого закона начинать действовать. Пока закона о стюардах и болельщиках нет, клубы и фанаты пытаются договориться устно. Ведь есть то, что их объединяет. Это любовь к спорту. Она роднит. Болельщики называют себя большой семьей. Элементарный пример. У нас всегда Борисов находится рядом с Жодзина. И поэтому болельщики, как правило, борисовских и жодзинских команд, они сидят вместе. И несмотря на антагонизма время матча, конфликтов, скажем так, с применением физической силы никогда не возникало. Здесь прямая зависимость именно от игры команды, от взаимоотношения, постоянного контакта между командой, футболистами, тренерами и болельщиками. Когда мы одна семья, тогда не будет таких негативных случаев. Дарья Навойчик теперь ходит на хоккейные матчи вместе с родителями. Семьи приходят сюда отдохнуть, пообщаться и посмотреть матч. У нас создана на Минской арене инфраструктура. То есть там есть детские комнаты, где можно оставить своего ребенка. Там есть различные конкурсы, выступают какие-то группы. То есть ты приходишь туда, и у тебя полноценный программ. То есть это не то, что ты сидишь и просто смотришь хоккей. То есть у тебя еще есть какая-то часть развлекательной программы. Каждому клубу хочется, чтобы болельщик приходил не за 10 минут и выстраивался длинная очередь прохода на стадион, что существует практически на всех стадионах, а чтобы болельщики приходили за год и за час, чтобы они приходили семьями, могли себе обеспечить. И тогда действительно это превращается... То есть мы должны привить культуру боления. Мы говорим вот именно об этом. Клуб болельщиков есть почти при каждом футбольном клубе. Клуб, где работает Сергей Пузанкевич, продает абонементы на матчи и раздает бесплатные абонементы для тех, кто согласился поработать с волонтерами. Волонтеры обеспечивают комфорт зрителей во время матча. Они обеспечат их программками, обеспечат горячим чаем, сидушками в холодное время, холодной водой в горячее время. Но это сугубо добровольно, без оплаты. Это, скажем так, те, кто очень любит футбол. Кто скажет, что увлекаться спортом плохо? Болельщики приходят на стадион за яркими и, самое главное, позитивными, полезными эмоциями. Получит ли их человек и в каком количестве зависит от него самого? Я на самом-то деле досмотрел чемпионат мира в больнице. Мы там просили. У нас было несколько человек интересующихся. В хоккей играют настоящие мужчины. Не хочется посмотреть. Я же не играю, я болельщик. Хотелось, чтобы наш клуб так же счастливо продолжил победы в кубковых матчах. И вышел в финал и выиграл. И хотя бы вышли на Европу куда-нибудь. А там можно и пешком посадить туда. Не важно куда. Желательно ближайшие тысячи километров. А почему бы и нет? По долгу службы я уже стал очень большим болельщиком всех спортивных мероприятий. В спорте выигрывает тот, кто может вовремя сосредоточиться и опуздать свои чувства. Почему бы не последовать примеру своих кумиров и болельщикам? Яркие эмоции – это прекрасно. Но только тогда, когда их контролирует разум. Вы смотрели программу «Беларусь сегодня». Болеем за наших! Беларусь! 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 Продолжение следует...